Привет, девочки, съемку ведет энергия. Всем привет, девчонки. Девчонки, простите, мы будем день сейчас пропускать, ну потому что, собственно, и энергия уже немножко не та, да? Ну и товар как приньет. После зимы, да. И потом, когда что-то приходит, я все равно вам снимаю ролики. Я хочу сейчас что-то пособирать побольше, чтобы хотя бы полет вот этого мозга своего рассчитать на эту кореллу. А так получается, я повешу одну кофту, перекидываю, всю стойку подбираю сюда. Ну, девчонки, давайте уже прям будем реалистами. Побольше будет приходить, буду показывать ролик. Здесь у нас вся светлая гамма. На полоску мы добавили еще и бомберы, зипку. Здесь хотела вам рассказать, чем... Вот тут у нас, видите, как тон пошел. Тут чуть-чуть холодней, а тут более такой пенки. Здесь корлупа, здесь пенки. Можно. Потому что забивает основным фоном, работает полоска. Если бы он был кремом, тоже можно. Если бы мы с вами добавили что-то в виде сумки или обуви. Здесь, девчонки, идеально зашел этот образ мне. Поэтому я хочу вам, конечно же, показать точно так, как мы повесили все это у нас на манекен. Футболка. Камни такие мерцающие. И они вот сюда, вот видите, они прям уходят в такой цвет жакета. И хлопковые брюки. Здесь, девчонки, один-единственный, ну, такой вот, единым фоном идет весь этот образ. Жакет специально посветлей. Не надо всего монохрома. Мы жакет тянем к мерцанию камней. Мы не тянем его, как вот, брюком или как фоном футболки. Ну, девчонки, все. Шорты скоро увидите на мне, потому что все уже. Значит, здесь городские шорты, вы видите, они такие удлиненные. Ближе похожи на бермуды, но это не бермуды. Просто удлиненные шорты. Сюда дам вот эту футболку, которую показывала вам с кардиганом. Айвори цвет, шампань, сами камушки. И вот здесь, вот смотрите, девчонки расскажу. Не бойтесь, если у вас, вы, допустим, камни хотите на камни. Не бойтесь этого. Это можно сделать, если камни одного размера и одного цвета. Вот если бы здесь у нас были вот эти камушишки. Если бы они были немножко белое, да, немножко в серебро давала или в желтое. А здесь они тоже шампань. Мелкое, на разбросанное всегда работать будет. Помните, у нас была футболка. Здесь плотней были камни усыпаны. А там они как бы чуть-чуть уже вот так вот расходились. Вот здесь вам то же самое проделала. Девчонки, смотрите, как красиво варка зашла у этих шорт. Мы попали и к зипке, и попали к футболке. Хочу, чтобы у вас, если вы даже где-то прогулочный какой-то образ, распускаю, он будет такой стильный и яркий. Здесь вот мы пускаем с вами такие прям понятные цвета. Но он все равно будет яркий, потому что, членки, ну тут мерцание одно, чего стоит. Инна, здесь это хороший размер, мы уже выясняли, по-моему. Да. Это прям и фабрика хороший размер. Кстати, вот эти шорты и футболка одной фабрики. Вот, теперь вам хочу показать, как, например, тоже вот у нас, например, есть джинсы. Инна, по размерам я не знаю. Ну они 48-46. 46-48. Да. И, девчонки, убедительная просьба. Ну, пожалуйста, ну не пишите, просто какой-то яд, вот какой-то, ну, девчонки, ну весна, лето. Ну, зачем эти ядовитые комментарии? А цены, а не цены? А телефон свой зачем я оставляю? Короче, значит, смотрите. Здесь у нас джинсы бойфренды. Отворот уже задан на этих джинсах. Эти джинсы широкой посадки. Они не узкие джинсы. Вот мои джинсы, да, это палаццо, мои джинсы. Это просто прямые широкие джинсы. Сюда специально вам завела этот лонг, свой любимейший. И опять вот этими мерцаниями пайеток на... Очень красиво мне нравится. У нас был еще рюкзак. Ну, сейчас я его, наверное... Ну, ладно, давайте, девчонки, я его дам. То, что у нас сейчас в рюкзаке на этот зайдет ко всему. Ну, да, конечно, я дам, когда нет ни палки, нифига. Отобрали все, девчонки. Сейчас она встала, нашла палку. Очень хорошо. У нас сегодня и лампочка перегорела. Так что у нас сегодня день задался. Вот так. Нравится. Нравится сам жакет, потому что мне нравится, что он между овер, такой вот понятной, да, темой, и в то же время он такой шик. Потому что эти пайетки, лен, это, конечно, девочки, работает. Вот прямо работает, работает. Специально вам его надену, потому что он сегодня очень хорошо заходит под вот такие вот брюки, как мы. Вот видите? Просто стилючая стилючесть. Цвет идеальный. Такой крем-брюлешный цвет. Девочки, если вдруг вы захотите светлые оттенки любого крема заводить голубому, да, джинсовому, да. Если вы захотите, допустим, как вам сейчас будет история про это, я вам покажу наглядно, как это все заводится. Если даже, например, у вас просто джинсы, вот обычной варки, вот смотрите, у нас есть скини-джинсы с драными боками. Вот сюда вам дам такая приятная-приятная такой цвет кремы, кремы. А сюда мы уже дадим кренч, песок. Вот видите? Точно так же, как там работали пайетки. Пайетки, песочная история, а сам кремы-жакет. Вот видите, как это у нас раз и выделило. Видите, вот этот цвет уходит в свежесть этого. Хотя здесь длина больше, он монохромом должен смотреться, этот ренч. Но перебивает все равно светлый. Обувь надо какую-то такую нейтральную, которую я ищу каждый раз. И жри, ну вот так. Все, давайте. Вот так. Я поставлю вам эти балетки, но они очень милые. Я просто... Да. Я просто хочу вам именно про цвет. Вот цвет тау, песок, все вот таких вот, а те, как мои кроссовки, все вот таких оттенков сюда, да. С синими джинсами, да. И даже скини, и пускай это будет видно объем самого кроссовка. Надо было мне в шлепке переобуться и ставить эти тапки. Правильно? Девчонки, ну то, что есть в павильоне, то, конечно же, показано. То, что уже продано, ну а как я могу показать? А обувь вот эта вот песочная, она вообще еще даже не приходила. Так, теперь костюм. Помните, вам пас-костюм. Сюда вам дам рубашку безрукавную. Вот здесь как раз-таки, что рассказывала вам по модели. Вот у самого костюма, да, он, кстати, подкладочный костюм, он трикотажный. У самого костюма рукав, вот видите, он не слишком широкий, он и не узкий, но и не слишком широкий. Если вы, например, хотите рубашка на трикотаж, будет дискомфортно. А вот здесь вот этот жилет, он безрукавный, конечно же, он подойдет. Девчонки, смотрите, как мы вывели красиво брошью. Вот опять видите, как обувь заходит? Раз, и она сюда попала. Хотя она тон немножко другой. Все равно песок и тауб работают вместе, всегда. С этого собирается, кстати, капсула. Вот с этих цветов, которые вам показываю сейчас, мы добавлять будем голубой, бирюзовый. Но капсула идет с песка, тауб, крем-бруле. Мороженое под запретом. Ничего страшного. Скоро будет можно. Тиффани. Тиффани, брюки, бананы мелкие. Сюда вам заведу рубашку, чуть-чуть ее вправлю. Нравится, как вот так вот смотрится. Я не знаю, почему у нас попадаются мятые вещи. Я не знаю. Честно, вот и на все время все отпаривает. Вот неизвестно. Вот сюда вам добавлю почву. Почву. И смотрите, девочки, мы опять, мы добавили холодный оттенок, холодный оттенок. А здесь мы теплым объединили. Обувь, да, остается. И сюда мы можем добавить. И вот так. И сейчас будет красиво тоже. Мы добавим сюда наш портфельчик. И вот сюда будет идеальное попадание. Заиграл. И на и портфель сам заработал, да. И образ весь объединила эта сумка. Вот, девчонки, поэтому и говорю. Не нужно добавочный цвет. Я не стала вам добавлять голубые лоферы. Останутся, пускай нейтральная обувь, нейтрального цвета. Акцентомская работает сумка, броши, пончо. Обувь, она может выразить образ, например, если вы надели полностью монохром, как вот такое вот пончо, такого же цвета, какую-то там тунику или платье. И обули, взяли вот этот рюкзак, и обули голубые лоферы. Вот так будет работать, девчонки, обувь. А здесь уже и так. Яркие штаны, мы добавили броши. Не нужно... Перебор, да, будет? Кто-то и нахлопал мне. Я там писала, нужно вовремя остановиться. И кто-то мне вот так вот хлопал. Девчонки, понятно дело, мы, конечно, можем про это говорить, но мы не всегда придерживаемся этого правила. Нас иногда несёт. Несёт вообще не по-детски. Песочные брюки, хмурое небо, футболка рваная. На жакете объединение всего, что мы дали с вами внутри. Сами пайетки песочные. Фон есть, проходит рисочка, хмурое небо. Сюда хочу дать для яркости именно вот такой вот шарик. Вот так, девчонки. Она красивая, да? Да. Очень красивая. Один платок выводит ещё. Здесь можно вот эту сумку использовать, а можно вернуться к нашему портфельчику. Да-да-да. Пожалуйста. И то, и другое сюда заходит. На шале есть, кстати, все цвета, которые присутствуют на этом портфельчике. Так что это всё очень... Девчонки, вы можете это вязать и на голову, и можно, у кого ушки продуло, а можете просто, допустим, вот красиво закинуть, чтобы не душило. Я вам сейчас покажу. Вы закидываете вот так, вправляете одну сторону внутрь, одну сторону. Сейчас, девчонки, сделаю, главное, чтобы увидеть самой. Здесь вы это всё подвязываете. Вам нужно зафиксировать два хвоста. Подвязываете и вот так вот сюда разворачиваете. Вот что вы делаете. Вам, во-первых, это не душит, а во-вторых, это, видите, оно хаотично лежит. Не форменно, как это по стойке смирно, а оно вот так вот... Нагло. Нагло, да, и хаосом. Как мы любим. Как мы любим, да, да. Вот так, девчонки. Ну, потому что уже стойка смирно была зимой, все в шапках-ушанках ходили, а сейчас всё уже, всё расслабьте. Расслабьте мозг, расслабьте шейку и всё, расслабься и ещё и сами расслабьтесь. Потому что в каком-то бесконечном заключении мозга. Мозг постоянно думает, постоянно что-то шифрует и постоянно, короче, какую-то негативную информацию содержит. Выкиньте её, я разрешаю. Укороченные брюки широкие. Сюда вам добавлю бирюзовую рубашку. Опять же, рубашка-черепашка. Она впереди покороче, сзади хвост под льней, плюс к этому ещё сзади такое чуть-чуть как напуск у неё. Сюда вам дам варку и в отстрочку брюк именно песочный жакет. Вот так. Вот, девочки, смотрите, мы с вами нарядили вот так, а ведь к рюкзаку мы можем вернуться и к сумке. Вот, понимаете, мы можем и сумку сюда добавить, и рюкзак сюда добавить. Как-то слишком далеко я засовываю сумку, а ставлю колею вот здесь. А то я как-то вот её раз-раз один... Спрятала. Да, один вошёл, второй вошёл. Ну, сейчас мы её, девочки, с вами покрутим чуть-чуть, эту сумку. Льняной жакет. Кстати, вот жакет льняной, он прямого кроя. Вот когда я вам рассказывала, что жакеты есть овер, а есть такие просто пряменькие, вот это пряменький жакетик. А вот тут, кстати, пайетки, это овер-жакет. Ой, сейчас будет красиво, потому что там пришла идеальная футболка. Песочные брюки, палацу. Мятая. Мы ничего не успели. О, красивый цвет. Она очень красивый цвет. Очень красивый. Тиффани, да? Цвет. Или береза. Тиффани и индийская бирюза. Мне этот цвет вообще... Польша у нас брюки, да, вот вон, очень нравится мне этот цвет. Он сложный, но его нужно знать, с чем миксовать. Вот, девчонки, смотрите, остались в штанах, да? Мы могли бы с вами добавить и просто пальто. Я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали, что этот цвет беспроигрышный. Мы сюда могли добавить и пальто, уходить в тон к штанам. Обувь не меняем. Сюда можно добавить кроссбоди тоже, кстати, вот такого цвета. А можно, кстати, вернуться и к портфельчику, вот видите? Он здесь тоже будет работать. Выделил на камни вот эту синеву, да, голубину, вот эту голубизну, вот эту. Девчонки, без плакет. Да, да. Просто голубой. Про цвет. Вот, а если вы захотели бы, допустим, образ ярче, или, например, был костюм, вы хотите брюки отдельно, жакет отдельно. Девочки, вы можете добавить еще и цвет тон другой бирюзы, а работать будет все равно вот это. Главный цвет футболка. Почему я добавила вот этот цвет? Сами камни вот в этот вот цвет отливают. Поэтому здесь это, конечно же, работает. Ну и сюда мы, конечно, добавим вот этот рюкзачок. Видите? Если вдруг, например, захотите саму каменистую футболку поддержать какой-то клеткой, идите серой клеткой с бирюзым, с бирюзовым. Очень качели были с давлением, и сегодня... Да у нас душно еще нереально. Да, да, душно. Ина прикрела кондиционер, но он что-то как-то не спасает пока. Но, видимо, время надо, чтобы Ина он нагнал. Вот. Значит, брюки от костюма, опять же, как работает клетка, если мы, допустим, добавляем ее вниз, мы сюда с вами добавляем вот такой вот... Свитшот? Свитшот. Нет, это Ходи. Да, это Ходи. Вот такое вот Ходи. Мы уходим в теплый оттенок. Здесь у нас холодный, но мы можем сверху объединить еще и пальто. Мы добавим пальто цвета тауб, и наглядно увидим, как вот эти два цвета работают вместе. Видите, девчонки, что он делает? Он ушел, с него ушла вся вот эта песочная история. Он уходит вот сюда в холодный оттенок. Ну и, конечно же, пальто ловит фон на этих брюках. Вот я бы сюда бирюзовую сумку добавила, такой шоппер бирюзовый. Вот это сюда нет, она слишком размытый цвет. Он не будет так смотреться, как можно было ярко выделить. Вот это есть бирюзовая полоска на самих штанах, ну на этом костюме? Вот если бы было, это было бы красиво. Зеленая, девчонки, здесь у меня есть зеленая яркая сумка, но она здесь не будет. Нет. Мы просто уходим всеми такими оттенками. Вот смотри, она сейчас с кедами, да, как хорошо. Тауп, и здесь, считай, французский серый и бирюза. Красиво. Джинсы все время вот эти. Не знаю, почему они столько много вопросов возникает к ним. Человеки, а что жемчужные варки джинсы? 46-го размера. Да, они 46-е, они у нас мелкие. Сюда вам дам вот эту девочку, которая отвернулась от всех. Она обиделась. Она страдалась за зиму. Обиделась, да. Здесь дам жакет. Нравится, как тоном идут все вот эти сочетания. И сюда, конечно же, я вам заведу палантин. Вот так. Девчонки, если вы хвост у палантина оставляете либо у платка, либо у шали, не надо перекрывать то, что уже присутствует на жакете. Пускай работает и это, и это. Так можно. Я уже так вам говорила. Сюда можно, кстати, добавить и вот так. Видишь? Ну да, по весеннему так. Чтобы такая рюкка здесь облегченная, здесь вроде такой. Можно и рюкзачок тут добавить, он тоже здесь будет хорошо. Мне нравится просто, как фон у самого вот этого палантина, да, он попадает к всей рябке на жакете. Вот лапке вот этой гусиной. Рябка-лапка. В общем, девчонки, я бы хотела, чтобы вы уже во что-то светлое наряжались. Я в светлом? Ну, я... Почти. Почти в светлом. Не в черном. Ну, у меня, кстати, и зипка сегодня такого же коричневого цвета. Не, не, не знаю, у меня... Девчонки, это вот наплывом каким-то. Я могу вообще переключаться и носить только светлое цвета моли, да? Вы помните, я как-то ролики даже вам снимаю. А иногда вот что-то у меня вот как-то не то. И я пока вот переключаюсь. Сегодня еще и джинсы-то вот эти случайно найдены. Платье наше, любимое платье, вы уже его оценили? Да, девочки, конечно. Если мы вот такое вот платье, чистый романтик. А мы с вами заведем сложную рубашку-жакет. Девочки, смотрите, как красиво смотрится. Для меня это прямо вот идеальное попадание по стилю. Вот так. Очень красиво. Здесь все можно расстегнуть и побольше показать. Помните, в тот раз я пыталась это сделать, а пуговицы как-то не дали. Вот так. Вот так расстегнуть. Подождите, сейчас мы все поправим. И на конце ролика я решила все-таки посодействовать своим рукам, мозгу и всему. В общем, не важно. Вот так. Девчонки, здесь в этом образе может быть сумка, и она может быть маленькой сумочкой кроссбоди. Может быть и шоппер, но шоппер на объем вот сюда не сработает. Но шоппер все-таки это такая вещь, которая должна зрительно образ поддержать. Допустим, классическое пальто, и вы берете шоппер. И на вот это просто идеально. Да. Как верхняя одежда идет. Наша тема. Да. А если вы уже взяли такое облегченное платье, такое, ну пускай уже тогда и сумочка будет какая-то, как кроссбоди, или какая-то маленькая такая сумочка. Все, таук мой любимый. Моль пошла, девчонки. Все, на бис. Ролик заканчиваем молью. Пониже опустим. Сюда у нас камуфляжно, хмурое небо, серый фон у самой рубашки. Таким же фоном я вам подобрала базу. База, помните, она можно подлиннее, можно ее покороче сделать. Я пока вам оставлю ее вот так вот в длинненьком состоянии. И сюда вам покажу, как мы можем ногу вытянуть, если, например, мы капустно добавим вещь, которая будет короче, чем весь наш образ. Сейчас я вам вот так вот это заведу, чтобы рукава не мешали, но в то же время было видно. Сейчас, девочки, вот так вот сделано. Просто оно все такое тонкое, да, и хочется, чтобы вы зрительно понимали длину вот этой самой джинсовки. Инна, у тебя есть такая джинсовка? Да. Видите, что мы делаем? У нас здесь на самой рубашке, видите, тут подрезы какие? На самой рубашке есть вырез вот сюда. Там будет у нас полоска базы. База ляжет на штаны. Мы с вами видим во всем образе часть остатка штанов и часть вот этой джинсовки. Больше мы с вами никуда не смотрим. Можно добавить вот так, а можно добавить и вот так. И то, и другое. Все сюда подходит. Детена, смотри, как у нас портфель сегодня зашел ко всему образу. Девчонки, спасибо вам за подписки. Спасибо, что вы у нас есть. Люблю целую. Чао. Чао. Продолжение следует... Продолжение следует...